День добрый, здравствуйте. Сегодня мы с вами поговорим о редакциях блога. Вот если мы сейчас зайдем вот сюда в консоль блога и зайдем в страницы, все страницы, и в какую-либо из страниц заглянем, то внизу под записью увидим вот такие редакции. Вот это редакции, которые созданы были, например, 20 сентября 2011 года. И последнее автосохранение было 12 мая 2013 года. То есть видите, вот сколько раз я не корректировала запись, каждый раз эта редакция сохранялась. Очень часто она сохраняется буквально, вы исправляете какую-то букву или какое-то слово, и сохранение этой редакции идет. И в конечном итоге получается так, что на вашем блоге вместо одной копии записи у вас получается их, видите, в 4 раза больше. То есть 5 копий данной записи. Поэтому, естественно, это очень утяжеляет ваш блог, и от этих записей нужно избавляться. Как мы это будем делать? Мы зайдем с вами сейчас на GINA, и на GINA зайдем в файловый менеджер. В файловом менеджере выберем тот домен, на который должны работать. Вот просто зайдя на этот домен, вы увидите так называемую корневую папку. В этой корневой папке нужно найти вот такой файл. WP конфигурация PHP. Нажимаете вот на этот зеленый карандашик. И открываете редакцию блога. В тексте я написала, что нужно сделать копию этого файла, для того, чтобы если что-то пойдет не так, вы могли его восстановить. Я же вам сейчас прямо покажу, где и что нужно делать. Вот смотрите, вот у нас такая вот есть запись. В этом файле записи, той, которую я показывала в тексте, этой записи здесь нет. Значит, что я делаю? Я просто копирую эту запись вот прямо буквально из текста моей статьи. Обратите внимание, что копирую я ее очень аккуратно. То есть со всеми точками и запятыми и со всеми буквально скобочками. Захожу в файловый менеджер. Нахожу вот эту фразу. Это все. Дальше не редактируем успехов. И перед ней, буквально вот прямо между этими записями, вот, или вот буквально перед этой записью, вставляю вот ту запись, которую скопировала. Обратите внимание еще раз, посмотрите, чтобы у вас все было аккуратненько записано, чтобы вот эту точку с запятой вы не потеряли. Пишем сохранить. У вас показано, что резервная копия файла сохранена. Заходим вот сюда, обновляем эту страничку и видим, что редакции блога ушли. Видите, редакции блога здесь больше нет. Давайте зайдем в настройки экрана и посмотрим. У нас даже вот здесь, в данных настройках, редакции записи или редакции страницы больше не будет. Ну вот и все. Вот так просто и быстро мы можем редакцию убрать, как в записях, так и в страницах.